Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Вскоре после встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО стало известно, что двоих из них выпустили под домашний арест. Однако аналитик Белорусского института социологических исследований Вадим Можейко отметил, что один из них, а именно Юрий Воскресенский, не представляет ни белорусское общество, ни оппозицию. По его словам, этот человек, который сломался в КГБ. Об этом рассказал Вадим Можейко. Аналитик рассказал, что Воскресенский якобы входил в штаб Бабарико, однако пока нет возможности подтвердить то, сохраняет ли он до сих пор соответствующее доверие. В то же время для власти есть проблема в том, что Воскресенский никого не представляет. Также он не очень известен за пределами узкого политического округа в Белоруссии, поэтому это типичная попытка имитации диалога с помощью контролируемого человека, рассказал Вадим Можейко. Почему Лукашенко посетил политзаключенных? По словам белорусского аналитика, встреча Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО – это сигнал того, что их признали политзаключенными, и в частности, их политическое значение в обществе тоже. Лукашенко видел, что сейчас о диалоге в Беларуси говорят международные актеры, европейские лидеры и белорусское общество, поэтому он хотел якобы перехватить инициативу. Для него это бесспорно трудно и рискованно, однако события происходят так, что не вести диалог более рисково, отметил он. Санкции ЕС против белорусских чиновников. Можейко сказал, что основная проблема не в том, кто будет в списке санкций ЕС, а в том, что будет происходить с внутриполитической ситуацией в Беларуси. Принятие санкций в соответствующем виде было ожидаемым, ведь к этому подталкивали многие пробелорусские международные актеры. «Это вполне ожидаемые ответы на насилие силовиков», рассказал аналитик. Почему ОМОН начал действовать радикальнее? По словам Можейко, более жесткие действия силовиков в Беларуси – это демонстрация того, что лучше вести диалог. То есть недавние события, которые связаны в частности с диалогом в СИЗО, показали, что все может происходить по-хорошему, считает он. Для власти это общий нарратив, то есть они как бы говорят, что лучше вести диалоги, чем выходить на протесты. Однако митингующие на такое не соглашаются. Все понимают, что любой диалог возможен лишь благодаря продолжению протестов, отметил аналитик. Добавим, что действующий самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко 10 октября посетил СИЗО, где встречался с заключенными оппозиционерами. На пятичасовой беседе, как оказалось, впоследствии присутствовал и муж Тихановской Сергей. О том, что Тихановский таки разговаривал с Лукашенко в изоляторе, сообщил адвокат оппозиционера Виктор Мацкевич. Тихановский пытался перебить монолог Лукашенко и расспросить о причинах преследования его жены и выяснить, почему на встречу в СИЗО не привезли заключенную Марию Колесникову. Якобы Лукашенко дал понять мужу оппозиционного лидера, что на свободе он окажется не скоро. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!